В Волгоградской области продолжается работа по установлению границ и охранных зон объектов культурного наследия. О том, как идет этот процесс и с какими сложностями приходится сталкиваться специалистам, шла речь на встрече министра культуры региона и экспертов с журналистами. Необходимые документы по установлению границ уже подготовлены в отношении двух с лишним десятков достопримечательных и памятных мест Волгограда. Среди них, например, Лысая гора, элеватор, центральная набережная. Относительно территориального планирования последней сейчас есть несколько разных точек зрения. В региональном министерстве культуры поясняют, что в любом случае власти Волгоградской области не допустят никакой незаконной застройки набережной, внесенной в список объектов культурного наследия федерального значения. Меня все-таки смогли убедить, что необходимо этот приказ изменить и нужно нам еще более тщательно подойти к зонам охраны набережной. Что и было сделано. Вот, собственно говоря, в ближайшее время, я очень надеюсь, нашими всеобщими усилиями зоны охраны бюджетами утверждены окончательно и, собственно говоря, будут сняты все вопросы. Приняты сейчас границы территории набережной. Они отвечают тем историческим реалиям, которые были. И вы в этом можете убедиться. Прогулявшись по набережной от реки Царица, вы можете увидеть, собственно говоря, два основных этапа. Это более парадная архитектура до здания музыкальной комедии. И уже упрощенная более архитектура – это от здания музыкальной комедии до здания музея Панорама «Стренградская битва». Участники пресс-конференции отметили, что ни один объект как федерального, так и регионального значения, находящийся на территории Волгограда, не останется без внимания. Все памятники и достопримечательности обязательно будут сохранены для потомков.